Здравствуйте, я Марта и сегодня мы с вами немножко отступаем от наших традиционных блюд и будем готовить десерт. Десерт довольно простой и довольно вкусный. Главное иметь в своем холодильнике заготовки. Если вы берете готовое слоеное тесто, то оно, как правило, имеет две пластины по 250 граммов. Вот и не отступайте от этого принципа. Ну вот я сейчас для наглядности разделила это на две части. Нам нужно будет сейчас раскатать. Так, не очень тонкие должны быть, но у нас с вами должно получиться где-то из одного коржа 8-10 квадратиков. Кстати, если вы имеете такое тесто уже готовое или делаете заготовки самостоятельно и замораживаете это в холодильнике, то, встав в воскресенье, немножко пораньше, чем вся семья, вы вполне можете сделать эти ароматные, пушистые, вкусные рулеты с шоколадом к утреннему кофе. Несколько квадратиков вот таких. Так, теперь нам надо будет покрошить наш шоколад. Так, теперь нам нужно взять одно яйцо и взбить его, добавить немножечко воды. И сейчас мы будем делать следующее. Значит, сейчас нам нужно каждый кусочек намазать этой смесью. Делаем мы это для того, чтобы шоколад, который внутри, он не вытек при нагревании. Делаем мы это для того, чтобы шоколад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот вся такая немножко нудная и грязная работа закончилась. Остатками взбитого яйца мы смазываем сейчас наши рулетики, чтобы они у нас подрумянились. Ну и еще лишний раз скрепить, чтобы не вытек шоколад. Если кому-то было интересно, собственно говоря, как в те круассаны, которые мы с вами покупаем в магазине, попадает шоколад, ну, собственно говоря, вот так же попадает. Теперь давайте возьмем немного сахара мелкого. Вот на эту яичную смазку чуть-чуть насыпем сахар. Он как раз будет держаться. Так, ну а теперь отправляем все это на 15 минут в духовку. 200 градусов температура духовки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас мы продолжаем. Мы с вами делаем панакоту из мацони или обезжиренного натурального йогурта. Но если булочки с шоколадом вы можете сделать за полчаса до прихода ваших домочадцев к завтраку, то вот такую панакоту вы должны будете сделать все-таки с вечера, поскольку одним из составляющих ингредиентов является желатин, а вы понимаете, что желатину нужно время. И еще этот десерт очень хорош для тех, кто соблюдает фигуру, но любит сладкое. Поэтому вот это очень простой на самом деле рецепт. У меня в данном случае здесь мацони. Я беру мацони, потому что он немножко такой кисловатый. А йогурты, они все-таки такие пресные. Я положила 2-3 ложки сахарной пудры. Не хотите есть сахар, можете добавить фруктозу. Дальше берем 1 апельсин, снимаем с него шкурку. Так, ну вот у нас что получилось, этого достаточно. Давайте сейчас... Вот у меня такой желатин, он немножко уже намок. Я его сейчас кладу в воду комнатной температуры, для того, чтобы он размягчился. Значит, вот чуть-чуть у нас получилось здесь цедры апельсиновой. Теперь мы берем сам апельсин. Выжимаем его. Так, у нас получается вот столько сока. Сюда мы тоже добавляем сахарную пудру. Тщательно ее перемешиваем. Так, ну и... Вот, собственно говоря, что получилось из нашего желатина. Он превратился вот в такие тряпочки. Мы его кладем в этот сок и ставим на 15 секунд в микроволновку. Перемешиваем, чтобы желатин, который разогрелся там, он окончательно здесь у нас с вами растворился. Если вы возьмете пальцами или на губы, то вы почувствуете, что губы у вас смыкаются, то есть прилипают друг к другу. Вот это и должно быть. Вот этот эффект должен быть. Это значит, что наш желатин растворился. Теперь для того, чтобы он сразу не свернулся очень быстро, мы добавим несколько ложек мацони или йогурта сюда и быстренько его вот так перемешаем. А теперь мы уже вводим в основную смесь и перевешиваем все вместе. Можете добавить сюда немножко ванилина. Теперь можно взять вот такие стаканы. можно взять немного малины. Насыпать малины чуть-чуть на донышко и разливать. До конца не доливайте, потому что сверху у вас еще должна быть шапка из любых ягод или варенья, чего хотите. Теперь это нужно будет отправить в холодильник, и к утру вы получите вот такую вот панакоту. Я уже сделала заготовки, чтобы вам показать. Теперь нам нужно взять немного малины. Вы можете на самом деле класть внутрь и смешивать с любыми ягодами, абсолютно с любыми. Это может быть и черника, это могут быть кусочки апельсинов, ананасов, всего, что угодно. Хорошая, не кислая. А теперь мы вот так кладем это сверху. И наш десерт готов. А это мы отправим в холодильник. Ну что, вытаскиваем наши рулетики с шоколадом. По-моему, получилось очень красиво и аппетитно. Надеюсь, что они на вкус такие же красивые и аппетитные. После того, как они остынут, их можно сверху немножко посыпать сахарной пудрой. Но сейчас этого делать не нужно, потому что они горячие и сахарная пудра растворится. Ну что, у нас с вами получился вот такой вот чудесный завтрак. Не поленитесь с вечера сделать панакоту. Дети, кстати, любят очень эту панакоту, потому что воспринимают ее замороженную. Но если вы не поленитесь и сделаете это с вечера, то утром вы получите полноценный завтрак. Хороший кисломолочный продукт со свежими ягодами и ароматный кофе с хрустящей теплой булочкой с шоколадом. Я желаю вам приятного аппетита и до встречи в следующей программе. Пока. Рулетики с шоколадом и панакота из йогурта или мацони. Рулетики с шоколадом. Для того, чтобы приготовить рулетики с шоколадом, возьмите полкило готового слоеного теста, одно яйцо, 200 грамм любого шоколада по вашему вкусу и мелкий сахар для присыпки. Чтобы сделать панакоту из мацони или йогурта, возьмите 3 четверти стакана мацони или обезжиренного натурального йогурта, одну половину натурального сока апельсина, апельсиновую цедру, 2 столовые ложки сахарной пудры, малину или любые ягоды, а также 2 пластинки желатина. Субтитры подогнал «Симон»